Еврорадио.фм 9 червня в Минском культурном хабе ОК-16 пройдет фестиваль ЕС «Беларусь. Магчимасті для молоді». Майстер-класы і презентации, інтерактивная программа з квізами, тренинговая программа по життєвых навыках і занятості, выставы. Усё гэта будзе адбывацца адначасова адразу на трох розных пляцовках. Усё в адным культурным хабе ОК-16. Якая асновная метафестывалю ЕС «Беларусі», які махчимасті адкрыває для беларускай молоді удел у европейських программах, пра ўсё гэта мы пагаворым сьоня з маими гастями у студы. Гэта выпускніца программы «Расмус Мундус» Ганна Навицкая і пасол европейской молоді Лілія Семенчик. Добрый день, дзявчаты. Добрый день. Здравствуйте. Давайте мы першим пра фестываль, хаця пра яго нас прасіли перш заўсё і гаварыць, але мне цікавы, вось вы, всё ж такі, як асобы. Лілія, пасол европейской молоді. Гучыць, канешны, вельмі так значна, але што ата значае? Это на самом деле іниціатива, которая осуществляется в рамках проекта EU Neighbors East, направленная на то, чтобы молоді люди із стран восточного партнерства, среди которых і Беларусь, общались со своими сверстниками, рассказывали їм більше о Євросоюзі, о программах і возможностях, которые Євросоюз предоставляє для молодых людей, і також способствували повышенню гражданской активності среди молодых людей, в Беларусі в том числе. Як стаць паслом? Стаць паслом? Звычайному шараговому беларускому юнакуті дзявчыні з якого-нібудь аграгородка у Витебскім районі, як йому стаць паслом? На самом деле це дуже просто. Євське є одне единственне услови, це возрастне ограничення від 16 до 25 років. Абсолютно любой молодий чоловік із любого уголка Беларусі може подати заявку онлайн. Ксати, зараз відкрит прием заявок, і буде він відкрит до 12 іюня. Рассказати, що він може привнести в ініціативу, чому він хоче стати членом ініціативи, і якщо він замотивуван і покажет, що він може дати, яким може він може бути полезним в ініціативі і для своєї країни в тому числе, він без проблем попадет і зможуть почати активність. У нас таке уявлення, коли кажуть, що я посол, це значить, що я там їжджу по всім світе, гляжу на Нотердам де Парі, на узбережжі якого-нібудь Єгипта, що-нібудь посол у Дадзі нам випадку. Гэта што значає? Ось він їздить там у страшыцький городок, я не віду, глибокая, ці вот як? На самом деле, можна сказати, що да, частично які-то поїздки і являються частини ініціативи, але це на самом деле не основне її составляюще. Ми общаємся з нашими колегами, можна сказати, послами з інших країн восточного партнерства, періодички відбуваємся з ними на різних молодіжних конференціях, але в тому числі ми їздимо також і в регіональні городи Білорусі, общаємся з молодими людьми. І почему вообще слово «посол»? Наверное, в першу чергу, тому що ми являємся передатчиками, якщо можна так сказати, інформація о цінностях Євросоюзу, о возможностях. Ми іми ділимся, транслируємо меседж і таким образом, ну да, розпространяємо його. І перспективи, практика у Еврокомістії? Як варіант. На самом деле перспектив і возможностей доволі багато, які відкріты абсолютно для кожного молодого чоловіка з Білорусі, і ми пітаємся якраз цим і поделиться. Можна стати в тому числі і одним із стажерів в інститутах Євросоюзу. Це не якась-то преміум-возможність, доступна для ограниченого кругу людей. Этим може заняться абсолютно любой молодой чоловік, опять же, якщо покажет свою мотивацію, покажет то, що він може дати. І, в принципі, іменно о таких можнастях в основному і йдет річ. Це може бути не тільки стажерівки, але і образовательні, культурні можливості і так далі. Да, гэта вам не БРСМ, куды заганняюць силой. Ганна, а вот программа «Эрасмус», выпускніцей якой вы з'являєтеся, што гэта? Я так розумію, што, в принципі, інформація рассылається, дзе-то яна єсть, але, калі ўже мы гаворым пра падлетках сагара городка в Витебській області, то можна до їх не доходзіць. Давайте расскажем, што я надаю, што я назначаю? В принципі, інформація доступна в открытому доступі. Я, коли поступала, це був 2011 год, коли я подавала документи, в 2012-м я поїхала учиться, і це чисто була моя ініціатива. В принципі, я можу сказати, що нигде не було, допустим, послів, які розказують про це. Діститутно... Діститутно, цього не хватає, і дуже класно, що робиться така робота по донесению меседжа і по распространению программ. А программу Erasmus Mundus я заканчивала магістрську программу, то есть це, в принципі, не в зависімося від університету, в якому я училась, я воно училась в БГО, це просто подаєш документи, і тебе розсматривають, і якщо підтверджують, то ти їдеш. Ну добре, коли ми кажемо про перспективи, там посол, це єврокомісія, інституты, все таке, а вот заканчив программу Erasmus, і далі що? Є багато, в принципі, пітей, нікторі люди остається, в принципі, там, де вони учились, нікторі люди, як я, вважаються сюди. І тут вже, опять-таки, багато є пітей, багато є вызовів, бар'єрів, ну і можливості тож є. А мені от по велікім сакрэці розказали, що ви ще і кіно здымаєте. Да, да, про це я і снимаю кіно. Вот про це? Да, да, да. Ну а це отримується, ви робите на заказ, я не знаю, проставніство ЕС, це ви вирішили показати на шляху звичайної белорусської дзявчини, ганны, як можна чого досягнути? В принципі, це моя лична іниціатива і авторство моє. Я не можу однозначно сказати, що це по заказу. Фільм не зовсім про мій путь, фільм про путь многих людей. То есть в фільмі снимається п'ять выпускників различних программ Європейського Союза. І фільм тож включає в себе работодателі, які дають свою обратну связь, що вони думають про тех, хто возвращається, куди їм йти, які можливості є, що краще обійти. В принципі, фільм про тех людей, які по яким-то причинам решили поехати учиться в Європу. І по неких незразумілих причинах ви решили вернуться. Да, і кожені по своїм причинам решили вернуться сюди. А вот ви чому вернулися? Я вернулася... Сложно, вопрос. Наверное, багато обстоятельств, які є середньостатистичніми, це і фінансові составляючі, і требування Євросоюзу по трудоустройству, які достатньо високі, а амбиції, опять-таки ж. Тобто я не була согласна починати там з каких-то дуже стартових позицій в сфере услуг. Я розуміла, що я вернусь сюди, і мені буде чуть-чуть выше старт, чим якщо я останусь там. Зразуміло. А ви, ще раз такі, після того, як пройдете стажіровку у Єврокомісії, і вам пропонують місця, там я не веду, там, може бути, у апараті якого-нібудь чиновника, Єврокомісара, скажете, не, краєвиды білорусські, мені дорожі, я вернуся сюди. Ви знаєте, на самом деле, конечно, сложно загадувати на 10-20 лет вперед, но я не ставлю такой цели поскоріе уехати працювати в якому-нібудь Європейському інституті, я на самом деле тоже принимала участие в програмі «Ерасмус», і я с удовольствием вернулась назад домой і увидела, для мене це було тож на той момент відкритием, наскільки полезним, інтересним і актуальним этот європейський опит євляється здесь, і він неоднократно положительно сказывався на процесі поиска роботи, допустим, здесь у мене, або поиска інтересних для себе волонтёрських возможностей, среди которых є ця ініціатива, о которой я говорила раніе. Поэтому я считаю, що, в принципі, чоловіку с таким унікальним міжнародним опитом є чим зайняться в Беларусі. Я чому вас мучав от гэтымі пытаннями? Справа тим, що ми зараз будем гаваріць пра фістываль, і фістываль та, мета-фістывалі, накільки я розумею, все ж такі, показаць молодзі, які у їх єсть махчымаці, коли вони впишутся в європейські программы. І одразу узнікає думка, от люди впишутся в європейські программы, і все, це фактично початок шляху іміграції. І вони там спочатку поедуть в інститут замежний, потім їм там пропонують протягнути навучання, потім добрую працю пропонують, і все, істратили. Так на колькі все ж такі така небезпека віалікає ціне? Ганна? Понимаєте, в чому діло? Мір січас открыт, границі открыты. І це нормально, коли чоловік може вибирати, де йому роботи. Он може пожить, не знаю, год во Франці, потім вернуться опять в Беларусь, знайти здесь себе роботу, потім компанія його знайдеться для нього в рамках этой компанії в дочернем предприятии или там, или в... знайдеться, не знаю, в Германию. Он поїдет в Германию, потім вернеться сюда опять в Беларусь. То есть, в принципі, такого как бы в сьогоднішнем мире, да, нету такого, что вот ты должен оставаться только здесь і принимаєш решення один раз на всю жизнь. І коли є можливість, як передбагають программи, с'їздити, посмотрить, ввідти щось нове, розширити свій кругозор, це ж класно. А вот мені цікаво, у такій ситуації, як Ганна описала, чоловік становиться чоловіком су світу, як кажуть, без національності, без нічого, такі, ну, брат, сестра, всьому світу, ці все ж такі білорусська ніяка ріса ментальності, она там, характер, і она застається. Безусловно... То есть ми кажемо, спочатку я білорус, а потім я вже там і чоловік су світу, і межа уніма, і все таке. Ви знаєте, я считаю, що одно другому не мешає, я чувствую себя білорусской, просто, как це, с поширной експертизою, которую я привезла із свого опыта, як участия в проєктах, о которых я говорила, в Білорусі, так і за границей, і, імея цей опыт, імея цю експертизу, я, як білоруска, можу зробити щось полезне і здеся. І це дуже мотивує, це інтересна задача, такий челлендж, тому, в принципі, ну, да, сітаєю, що одно другому не мешає. Я абсолютно согласна, тому що герои моєго фільма часто розповіли люди, с которими я встречалась, коли я предварительно перед фільмом, вони дуже часто розповіли, що коли вони їдуть туди, вони себе більше знаєт, хто ми такі Білорусі, че ми відвичаймось від інших країн, і я навіть знаю случаи, коли люди, уїжджав туди учатися, починали учати білорусську мову, тому що появлялась ця національна самаосознанність. Ага, тоість хоча б для гэта, треба більш молоді посылати, учиться за м'яжу, да? Капя, нына реште, дзе-нібудь, у Великобританиї, виучили білорусську мову. Ну, такім чынам можна сказаць, што у дзел білорусській молоді ва ўсіх праграмах, праектах, які я прапанує у тым ліку і Євросоюз, і працтавніства Євросоюза, гэта допамагає людзям займець някі веды, някі вопыт, нешто там, яшчэ карызны, пашираную експіртызу. І яны потім вертаюцца з мэтай палепшись Білорусь. Так? Ну, да, да. Єсь разні, разні цели є, с которыми людзі возвращаюцца, но, наверно, чась, можж біць, больша чась возвращаюцца с такою целью зделадзі дзейсь лучше. Такім чынам, калі маю зараз ўжо на заканчэні першій часткі наші праграмы гаворам, мінавіта прагэты прагэкты праграмы і можна будзе доведацца молодзі, які, можж біць, не сутыкаліся, калі яны прыдуць на гэтай фістываль. Да, все верно, інформацій будзіць очні много, і она будзіць, безусловно, очні інтересна. Мы перервімся на невеличку і паузу, пасля короткого выпуску новин вернемся і більш подробязно розкажем про те, што буде на фістывалі ЄС Беларусі 9-го червіня на пляцовці ОК-16. Вернемся про свілину. Єврорадыо. Мы перші рок-радыо Беларусі. Самые свежі новини і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежна корінція інформацію твоїм реальнім житті і у інтернет-просторі. 24 години на суткі нас можна знайсті на сторонці Єврорадыо.фм Лавінас нас по дорожніку Астрат 4А 4,8 градусів на узкод. Єврорадыо. Час відець, що відбувається. Єврорадыо. Новини – наша справа. Вітаю коротка про основные падеї. Міністр замежны справа у Росії Сергій Лавров у інтерв'ю РБК выказався на конт інтеграція Беларусі до Росії, але ухілюся ад конкретна адказу. Нагадав, што відбуваються контакты, єсь сумесная працівна група. Недавно сустракаліся прем'єра і махчима до конца червеня будя більш ті менш заразумела. На перамовах у Мінску спрабують дамовіцца пратуяк обзняць економічну блокаду з Донбаса. Праблема і лічаць ўсе бакі ў тым ліку украінская і баевікі гэтак званых ДНР і ЛНР. Прагэта перадея грамадська са спасылка на дарку Оліфір, яка зівуляцца прэс-сакратарка Леонида Кучмэця перешніга працтавніка Украіны ў гэтым перамовным працэсі. Папа Рымскі ухвалю зменяне тексту малітвы Ойчанаш. Прычына зменай стала меркавання што ў старым варіанте отрымліваецца што Бог вырашаю увесьці нас успакусу ціне а Бог не уводзіць нас успакусу мы самі выбираем паводля нашай вольна і волі заяві папа рымскіх франчішак. Тепір текст малітвы зменяецца так. Фразу і не уводзі нас успакусу прапануецца замяніць на не дай нам паддацца спакусі. Прагэта інформуе Католікоа. Велікая Британія занепакояноя працягам ужування смяротнага пакарання ў Беларусі прагэта гаворецца ў адмысловаць правздачы британська МЗС об правах чалавекай дэмократы за 2018-й. У докумэнці зазначаецца, што Беларуся пошнія країна ў Ауропі, ў якой ўсю ішчы жываецца смяротная кара. Літаць Юрорадіо.фм Вертаюся в студию Юрорадіо. Для вас працює Дмитрий Лукашук і разом з випускницей программы «Расмус Мундус» і кінодокументалістам, кінорэжісёрам Ганной Новіцкой і послом европейська і молоді Ліля і Семенщик мы будзім расказываць вам пра фістываль ЕС Беларусь «Махчымаці для молоді», які пройде 9-го червіня ў Мінскім культурным хабе ОК-16. Гэта вулиця Кастрышнская, калі хто не ведая месцы тусовки сучаснай молоді. Калі до мені звернуліся с такой вот прапановай расказаць пра гэтый фістываль і я так падумав, ну, значыцца, прыдуць гості працтаўніцтва ЕС, я так разумею, арганізовувае фістываль, думаю, вот спадарыня Віктарын, пасол Євросоюза, прыдзе, а прышлі такі дзве прыхожыя молодые дзяўчыны. Вы датычныя до арганізацій гэтая фістывалью? Я лична нет, то есть я я делаю праект, я снимаю кіно пра вот таких вот міжнародных выпускніков, которые вернулись в Беларусь, і в принципі я очень благодарна этому фестивалю представительства ЕС за возможность показать там этот фільм. То есть вы будете брать ў делу гэтам фестывалю? Да, да. Будете показывать свой фільм? Да, да. И нечто здымать для наступного фільма? Я думаю, что я пока ограничусь показом. Добра, пра, показ крыху пазні, а вы? Я, как посол европейской молодёжи со своими коллегами буду организовывать ряд активностей, конечно же, для молодёжи, для кого же ещё, которые... Вот дякую вам, Про те взрослые обиживания, яке вы сказали, значит, мне уже и не варто туда исти, отрымливается. Я не тропляю. На самом деле, часть про возможности именно для молодёжи, о которых я говорила ранее, это всего лишь часть фестиваля. Там будут и презентации ряда других программ, и институтов, которые, проектов, которые осуществляются при поддержке Европейского Союза. Я думаю, что каждый беларус может найти там для себя что-то интересное. Ну вот давайте по чёрзе. Вот я почал, коли презентацию, робил такую на початку программы, я сказал майстер-классы и презентации. Вот такие майстер-классы и презентации чого там будет? Презентация будет со своей стороны, по крайней мере, могу сказать, потому что это часть, в которую я вовлечена в наибольшей степени будет ряд презентаций огромного количества различных образовательных, культурных, экологических программ, которые осуществляются при поддержке Евросоюза либо в странах Евросоюза. И среди них будет не только инициатива, о которой я говорила, послы европейской молодёжи, но и такие же, как Эрасмус, например, или программы ДАД, программы Чивнинг, это стипендиальные программы в Великобритании, будет презентация деятельности таких организаций, как, например, Институт Гёте, который работает в Минске, и множество-множество других организаций, и каждый будет рассказывать, что интересного белорусы могут найти в деятельности этих организаций, как поучаствовать, что для себя почерпнуть и так далее. Вобразно кажучи, я прихожу на певную пляцовку, вот, допрыкладу, послы европейской молоди рассказывают про эту инициативу, вот вы выходите и рассказываете, вот, як вы стали послом, с чем займаетесь, какие перспективы, потом с чем раздаете, анкеты, говорят, заполняй, хочешь быть послом, заполняй. На самом деле никакого, как это, добровольно-принудительного призыва, наверное, не будет. Наша главная цель это провести презентацию, рассказать о инициативе как таковой. Также мы планируем провести, например, квиз о Евросоюзе, у странах восточного партнерства, безусловно, с призами. А приз шенгенская виза бесплатная на 5 лет. Не буду давать никаких спойлеров, приходите, участвуйте, все узнаете. И также будем проводить такую активность как живая библиотека. Я думаю, что многие слушатели о ней слышали или, по крайней мере, каким-то косвенным образом знакомы, где мы, послы европейской молодежи, будем рассказывать каждый из своего опыта о программах, в которых мы участвовали, о каких-то положительных и интересных моментах, о сложностях, чтобы каждый человек мог послушать о живом и настоящем опыте обычного живого белоруса, а не просто зайти и почитать сухую информацию на каком-нибудь сайте. Ваша презентация фильма, как это будет выглядеть? Как это будет? Это будет в рамках «Алумни пикник», в рамках самого мероприятия. То есть это будет где-то четыре часа, примерно это все займет. Будут выступать люди, у которых есть международный опыт, и которые что-то сделали уже значимое здесь в рамках Беларуси. Добрый клад. Давайте вот спойлер таким вот именный. Нет, нет, не буду спойлером, потому что, в принципе-то, я отвечаю только за фильм, а за всю остальную организацию отвечает представительство Европейского Союза, поэтому не буду вас дезинформировать, могу только рассказать, сделать спойлер фильма. Давайте. Как вам сделать спойлер? Фильм, как я уже говорила, про тех людей, которые по разным причинам уехали учиться, потому что зачастую у нас в обществе я сталкиваюсь с таким мнением, что учеба — это один из путей эмиграции. Так вот, не совсем так. У людей выходит, и герои фильма — это те, которые не ставили себе эту цель. И по разным причинам они вернулись сюда. Этот фильм про то, с какими вызовами они столкнулись, и как они в итоге нашли свое место. Есть такие трагичные истории, например, как там не отрималось нечто там на Евросоюзе, и они вернулись в счастливую, социально ориентованную Беларусь. Ну, в принципе, нет такого фокуса, что где-то не получилось, там или здесь. Это жизненные истории с ошибками, с удачами, с неудачами. И тут я очень благодарна своим героям, что они откровенно рассказали свой опыт, потому что это, в принципе, не секрет. Даже когда ты переезжаешь в другую страну, у тебя культурный шок, и это сложное время для адаптации. А когда ты возвращаешься обратно, у тебя обратный культурный шок, и может быть такой сложный, продолжительный период, когда людей ломает. И вот как найти выход, кому обратиться, к кому пойти, что делать, чтобы максимально эффективно использовать свой опыт, свою поширенную экспертизу. Вот, об этом фильм. Ну, а можно еще таки сказать, что фильм, вот, каля я приду, погляжу, и вот у меня есть там задача, там, те у планах пасти некуда, вот, по некой программе, там, научиться. Вот на Erasmus, я, да, прикладу. Я погляжу, ваш фильм, и что? Вот, гэта будет дадатковая мотивация поудельничать в этой программе, те мотивации, как задуматься, те удельничать в ней. Для каждого свое. Я очень стараюсь принять, как режиссер, нейтральную позицию и дать возможность зрителю самому решать, какой путь ему выбирать. Ехать учиться, либо не ехать учиться, куда, какую специальность. То есть, моя задача дать правдивую картинку, правдивые истории людей, а задача зрителя самому принимать решение. Я не хочу, ни в коем случае не хочу подталкиваться ни в одну, ни в другую сторону. Вот так вот. Послы европейской молоди будут на уходе у простору ОК-16 раздавать им ружевые окуляры, а вы вот будете сдымать их там своим фильмом, да? Нет, я ничего снимать не буду, на своем мероприятии нет. Яши, вот, будут выставы. Есть, можно рассказать, что конкретно за выставы, про что нам покажут, чего, вот, может быть, мне уже и поздновато на Эрасмус подаваться, но вот хоть на выставу какую-нибудь цикавую схожу. Это будут стенды различных организаций или представителей программ, о которых я говорила. Конечно же, будут какие-то раздатки, какая-то, как это, информационная, в общем, часть, но чем она отлична от того, что человек, по сути, может и так прочитать в открытых источниках, тем, что любой участник фестиваля сможет задать вопросы, сможет поговорить, понетворкить с другими участниками фестиваля, которые в том числе принимали участие в этих программах. И я вижу уникальность фестиваля в этом, потому что он даст возможность получить максимально всестороннюю информацию о каждой из этих программ, примерить на себя роль участника каждой из этих программ. И, как говорила Аня, принять решение, нужно ли ему это, что он может почерпнуть для себя. В принципе, о каких-то розовых очках, наверное, как вы сказали. Не могу сказать, что будет речь. Мы сможем со своей стороны только поделиться информацией, поделиться тем, что можно для себя получить, чем можно себя занять условно. Ответим абсолютно на все вопросы честно и искренне. И пусть каждый белорус, каждый участник фестиваля уже решает, нужно ли ему это. У фестиваля будет брать удел такой обмысловый, специальный гость. Вот кто нам про его расскажет? Возможно, ну, что я вам могу сказать? Насколько я помню программу, интересных гостей там будет много. Ну, при нам все, так вот, упор у обвестки на сайте представительства ЕС робится на Эльвиру Стэнисан. Это паралимпийская спортсменка. Я ее дел, до чего она приедет и до чего будет мотивовать? Можете что-нибудь рассказать про ее дел? Насколько я знаю, она будет давать лекцию, будет рассказывать свою историю, борьбы в прямом и переносном смысле, рассказывать, с какими сложностями она столкнулась на пути к чемпионству. И я думаю, что это будет какая-то эмоциональная жизненная история, похожая на те, которые будут в Анином фильме. Так что, я думаю, что там будет что послушать. Ганна так вот, как-то так, ну, типа, ну, хай себе. Ну, нет, просто я считаю, что паралимпийские чемпионы и то, какие, наверное, эмоциональные, моральные преграды они внутри преодолевают, чтобы достичь успеха, это, ну, для меня это какая-то вот наивысшая ступенька, да? Я вот, калей пачинал вас мучить своими пытанничками, я там, звертався адымя такого, ну, мифичного, там, скажем, там, жихара, рахаратка у Витебской в области. Фестываль будет проходить у Минску. Накольки усё ж таки ориентована то, что будет отбываться на фестывале до столичной молоди, и ті, вот, всё ж таки дойдя информация до регионов, до молоди, яка я живел в регионах, вот, як це зробить, махчимо такое? Честно сказать, мне сложно ответить на этот вопрос, да, наверняка что-то делают послы в регионах, правильно? Да, я чуть позже расскажу немного о одном проекте интересном, который, собственно, несколько похож на тематику фестиваля, но, в принципе, несмотря на то, что фестиваль проходит в Минске, Минск, начнем с того, центр Беларуси, соответственно, люди из разных уголков в Беларуси смогут съехаться и бесплатно абсолютно поучаствовать, необходима только регистрация, площадка довольно большая и гостей будет довольно много, но, безусловно, не все молодые люди, которым это могло было бы быть интересно, скажем, из регионов, допустим, смогут поучаствовать, добраться. Мы с этим ответственно боремся, скажу вам честно. Есть у нас такая интересная инициатива, наверное, моя любимая в рамках всего вот этого движа, который организовывают послы европейской молодежи, это проект EU&U. Мы называем его образовательным миксом и направлен он на то, что мы ездим как раз-таки по регионам Беларуси. Кстати, 16-го числа вот мы, например, едем в Пинск, возможно, если у нас есть пинские слушатели, которые именно сейчас смотрят или слушают наш эфир, им будет это интересно, где мы тоже будем рассказывать о образовательных возможностях, отвечать на вопросы. Понятно, что сложно провести масштабный образовательный фестиваль абсолютно в каждом городке и агрогородке страны, но мы делаем все возможное, чтобы информация распространялась и каждый был в курсе о том, что происходит в мире. Дело в том, что если человеку действительно интересно и практика жизнь показывает, что это так, в какой бы городе ты ни жил, если есть внутри желание узнать что-то, найти, поучаствовать, ты приедешь и в Минск с этой целью. Главное, чтобы было желание и активность. Вот это, мне кажется, ключевой фактор. активность, безумовно, это очень важно, потому что разные вещи, когда ты посол приезжаешь куда-нибудь в агрогородок и там ловишь молодого хлопца и там «Как тебя зовут? Василь, Василь, погляди, какая программа, ой, ну не ведаю, повинен сам шукать». должно быть наоборот, что вот приехал посол и его должны расскажи то, расскажи это. То есть, ситуация немножко наоборот, хочется, чтобы была. Дарыча, а вы бачили уже данный фильм? Еще нет, и я очень взволнована, мне очень интересно на него посмотреть. Я узнала о нем впервые, когда читала программу фестиваля и очень надеюсь, что мне удастся вырваться из, как это, активности, которую мы организовываем и посмотреть одним глазком хотя бы, что же там за жизненная история. Но если не получится, то можно будет потом посмотреть на YouTube. То можно будет потом гэты фильм узять с собой ваши поездки разом с Ганной. Как вариант. И не только рассказывать, а и показывать, демонстровать, поширать, так бы мовить. Дякую великим. Давайте на закончение. Кали, Де, Чакая, такие опошни, рекламный ролик от вас, Кали Ласка. Фестиваль состоится 9 июня уже в это воскресенье в пространстве УК-16 в Минске. Начнется он в 14.00 начнется информационная часть, затем будет «Алумни пикник» с показом «Аниного фильма», который начнется в 15.30 и в конце фестиваля будет музыкальная часть с музыкальными гостями, это будут «Нови-бэнд» и «Нискис», которые, в общем-то, так громко, интересно закончат фестиваль. Ну, то, что «Нискис» громко закончат, это я не сомневаюсь, до всякого концертную программу открыя посол керавницей проставницей ЕС у Беларуси с подарения Андрея Викторин, так что, кто хочет, может быть, поспробовать на месте и шей автограф взять, испытаться что-нибудь, с подарения Андрея, вы мне гарантуете, что мне там в Европе будет добро учиться? Можете поспробовать это зарабить. Таким чином, Змитрий Лукашук и мои гости Ганна Новицкая и Лилия Семенчик запрашаем вас 9 червяня на пляцовку ОК-16. А 14-й године початок. Все верно. Дякую великую. А 14-й године сегодня у нас черговый выпуск программы «Идея Икс». Протягиваем шукать национальную идею в Беларуси. Гэтым разом у нас у гостях лидер гурта «Крама» Игорь Ворошкевич. Слухайте и глядите. Еврорадио «Идея Икс»